Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать рабочий чит для версии Роблокса от Microsoft Store. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка, как всегда, на него будет в описании. Переходим во вкладку Exploits, и вот самое первое, Fluxus. Я буквально недавно его добавил, сегодня, пару минут назад. Значит, смотрите, чтобы его скачать, нажимаем кнопочку скачать. Также забыл сказать то, что этот чит, скорее всего, здесь ненадолго, в скором времени я его удалю, когда найдут какой-нибудь обход от нового античита, который добавили в Роблоксе. Либо же придумают инжект, который можно будет добавить в мой чит. Так что, на всякий случай, знайте то, что он здесь ненадолго. Вот. Дальше, после того, как нажали кнопочку скачать, нажимаем еще раз. И ждем, пока скачается архив. Вот, архив скачивается, уже скачался, отлично. А также, когда будете скачивать, отключите антивирус. Потому что, если он у вас будет включен, то вы скачаете чит, но он будет работать некорректно, либо просто может не запускаться. Так что антивирус обязательно отключаем. После того, как скачали, открываем этот файл. Перекидываем папку на рабочий стол. Архив можно закрывать. Заходим дальше сюда. И запускаем это приложение. Ждем, пока оно запустится. Здесь нажимаем Next. Здесь вот выбираем самое первое. И ждем, пока он установится. Все, установился, отлично. Через 5 секунд он, короче, должен открыться. Ждем, пока откроется. Также этот чит используется с ключ-системой. То есть, нужно получать ключ. Значит, чтобы получить ключ, нажимаем кнопочку GetKey. Нас перекидывает на этот сайт, где нужно получать ключ. Проходим здесь капчу. Так, что здесь надо выбрать? Линии электропередач. Окей. Так, все, выбрал, готово. Все, по идее, первую капчу мы уже прошли. Дальше нас перекидывает на этот сайт. Здесь мы нажимаем на вот эту черную кнопку. Здесь, к сожалению, придется выполнять вот эти вот геморрные задания, но их можно обходить. Сейчас вам покажу, как обходить. Нажимаем вот на оранжевую кнопку. Нажимаем скачать прямо сейчас. Нас перекидывает на этот сайт. Сидим буквально здесь секунд 5-10. И выходим отсюда. Все, и ждем, пока он проверит то, что, типа, якобы мы скачали вот этот браузер. Занимает это около, ну, наверное, 30 секунд, чтобы он проверил. Так что ждем. Хотя, может быть, и быстрее проверить, не знаю. Всегда по-разному. Можешь быстро проверить, может быть, долго. Все, отлично, проверил. Дальше здесь еще что-то проверяет. Ну, все. Дальше нажимаем на черную кнопку. Нас перекидывает опять на чекпоинт. Здесь что у нас написано? Здесь вроде бы как, если не ошибаюсь, просто нужно подождать. Он, получается, проверяет то, что, типа, мы сделали задание на прошлом сайте. И это, естественно, тоже некоторое время занимает. Короче, ждем. Много времени на это уходит, но... В принципе, других вариантов пока что нет. Если лучший вариант появится, конечно же, им будет намного проще. Вот. Ну, а пока придется так немножко помучиться. Почему-то он не перекидывает, хотя должен был перекинуть. Что за прикол? Во. Все, наконец-то. Спустя 100 лет он перекидывает дальше. Я не помню точно, сколько здесь чекпоинтов. Либо 2, либо 3. Но сейчас мы с вами посмотрим. Мы уже, получается... А! Нифига себе! Мы второй чекпоинт очень быстро прошли, и нам ничего не нужно было устанавливать. Прикольно. Отлично. Короче, ждем сейчас опять, когда он здесь проверит. Все подумает, сделает и так далее. Тоже примерно около секунд 30, наверное, занимает это. Долго он очень думает. Меня аж это немножко раздражает. Так, все, вроде бы он загрузился до конца. Все, отлично. Опять перекидывает. Опять он перекидывает на этот сайт, где нужно выполнять задание. Так, сразу сюда нажимаем на черную кнопку. И... Вот, все отлично. Получается, короче, нужно 2 чекпоинта проходить. И на третий раз у вас появится ключ. Можно его так скопировать, либо же через кнопку, как вам удобно. Дальше вставляем этот ключ и нажимаем Enter Key. Так, все. Вот появился чит. Сразу скажу то, что он очень здоровый. Лично для меня это неудобно. Потому что он почти всю область экрана занимает. Как по мне, лучше, когда чит немножко поменьше хотя бы. По настройкам сразу скажу то, что я вам здесь ничего показывать не буду. Просто покажу, как он работает вообще в Роблоксе. Здесь нажимаем очистить, чтобы вот этого не было. Дальше заходим на мой сайт опять. И выбираем скрипты на тот режим, который вы будете использовать. Давайте какой-нибудь простенький я скрипт найду на какой-нибудь режим. Так, на что бы взять? Давайте, короче, проверим на вот этот режим. Не знаю, что это за режим. Не помню уже. Значит, мы копируем название. Заходим в Роблокс. Ждем, пока он загрузится. Еще сразу скажу то, что я знаю то, что у многих очень много разных проблем. Связанные с Microsoft Store, с этим Роблоксом. То, что он там не заходит, крашится и так далее, и тому подобное. Честно, я не знаю, как это фиксить. У всех это все альтернативные проблемы. И каждому помочь с отдельной проблемой, но это просто нереально. Можете сами как-то там полазить в настройках Microsoft Store или там, не знаю, еще где-то. Может быть, у вас что-то получится сделать. Так что сразу извиняюсь, но, скорее всего, видео о том, как пофиксить все проблемы, я не смогу записать, потому что я тупо их не знаю даже. И искать вот этот фикс проблемы, это очень трудно, сложно и геморно. Но, я думаю, вы меня понимаете. Так, в поиске пишем это название. Вот я нашел этот режим. Очень мало людей в него играет. Хотя раньше играло больше. Все, заходим, короче, в него. Дальше. Получаем вот этот скрипт. Нажимаем скачать. Потом еще раз кнопочку скачать. И вот появляется скрипт. Мы его копируем. Дальше. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. И нажимаем кнопочку ввести. Ввести это inject. Ждем, пока заинжектимся. Все вот здесь справа, в нижнем углу написало то, что inject прошел, кто заметил. Дальше нажимаем запустить. Так, тут что-то вылезло. Не знаю, что это такое. Ошибка какая-то была. Ну ладно. Самое главное, скрипт появился, вот как видите. И давайте я вам быстренько покажу, что все работает. Так, у меня здесь музыка выключена. Да, все четко. Ну, начинаем проверять. Первое это автоатака. Включаем, смотрим. Ну, вроде бы как автоатака идет. Только мне нужно, наверное, сначала меч взять. Да. Вот я меч взял, и как видите, автоатака идет. Если выключу, то она останавливается четко. Также автоколлект включаем. Подходим к какому-нибудь мобу. Только где они находятся, я не знаю. Походу, дальше нужно бежать. Так, вот они, эти мобы пошли. Окей. Подходим к этому мобу и смотрим. Да, как видите, автоматически дамаг ему наносится. В принципе, все четко. Здесь можно выбрать, это что у нас? Скиллы какие-то. Допустим, четвертый скилл выберем. И спам скилл. Скилл нажимаем и смотрим, что происходит. Короче, и я тупо какими-то скинами. Ой, скиллами. Тупо спамлю. И просто вокруг себя всех этих мобов просто за один удар, грубо говоря, выношу. Это круто, я думаю. Так, автоколлект включаем, чтобы он собрал это все. Вроде как он это собирает. По-моему, да. И вот таким образом, короче, здесь можно фармиться. В принципе, и прокачаться довольно быстро. Вот. Ну, на этом я буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Лейсбан. Всем удачи и пока.